Наших чайней, наших желаний и тех, в общем-то, той необходимости, которая сегодня в Российской Федерации сложилась в отношении инжиниринга. Я представляю рабочую группу Комиссии по развитию инжиниринга в машиностроении и машиностроителей, которая сейчас осуществляет работу по подготовке проекта федерального закона. В раздачных материалах проект, который нами подготовлен, предварительный проект, есть, не буду его перечитывать и как бы пересказывать. То, что он размещен в ваших материалах, это, прежде всего, жест приглашения к сотрудничеству над его дальнейшей работой, над этим законопроектом. Несмотря на отсутствие в России необходимого нормативно-правового регулирования в этой деятельности, инжиниринг постепенно занимает свое место в российской экономике, сопровождая широкомасштабные ресурсоемкие проекты. И как виды деятельности российских предприятий и организаций, инжиниринг присутствует в ведомственных актах и агросферы, и стандартизации, статистики, энергетики, обмена технологий, трудозанятости, космических систем судостроения. В справедливости ради надо заметить, что в целях налогообложения инжиниринговые услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции прописаны под пункт 4 ст. 48 Налоговый кодекс. Но это только цель налогообложения, поэтому сказать, что это достаточно регулирования этого позиции, к сожалению, нельзя. Близкий по смыслу правового положения участие инженера или инженерной организации в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика строительных работ содержится в 849-й статье Гражданского кодекса России. Однако все это чрезвычайно очень узкие определения, даже в совокупности с установленным техническим регулированием, промышленными стандартами и рекламентами, которые все-таки и были, наверное, оценены теми, которые разрабатывали 1300-е распоряжение правительства России. Пока же в России инженеринг полноценно остается только термином, обоснованным в научно-экономических концепциях и воспринимается по аналогии с актами зарубежного законодательства. Актов федерального законодательства, дающих правовое представление о всей природе инженеринговой деятельности, что позволило бы опираться на него государственных решений, Российской Федерации на сегодня не имеется. Союз машиностроителей России уделяет внимание совершенствованию этой нормативно-правового регулирования и в настоящее время прорабатывает с промышленным сообществом предложения по введению в законодательство правовых новелл, направленных на регулирование инженеринга и инженеринговой деятельности в Российской Федерации. На наш взгляд, к таким стержневым вопросам, на взгляд рабочей группы, конечно, в том числе и относятся единое, основанное на международном опыте и новаторской отечественной практике терминологическое и сущностное понимание инженеринговой деятельности, обязательность инженерингового сопровождения производства, предварительная разработка и экспертные оценки технологических решений специалистами, утверждение строго определенного перечня исходных данных, представляемых при формировании производственного заказа, особенности деятельности инженеринговых компаний, организационно-правовые отличия, их статус, компетенция, ответственность, особенности инженерингового обеспечения высоконаучных и наукоемких производств, требования к экспертизе таких проектов, охрана и оборота интеллектуальной собственности и смежных прав инженеринговой деятельности. 2. Инжиниринговое обеспечение при проведении текущего обслуживания или капитального ремонта, модернизации, самостоятельности инжиниринговых циклов, соотношение инжинирингового обеспечения с практикой заключения контрактов, которые должны иметь самостоятельное место в контрактной системе Российской Федерации, в том числе и в свете вступления в силу Федерального закона номер 44 в ФСБ в контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг для обеспечения государственных нужд. 3. Считаем, что разработка проектов решений правительства, связанных с нормативно-правовым обеспечением реализации современной промышленной политики, этапы, которые можно разграничить принятием соответствующих дорожных карт, требует самого широкого участия в этом процессе профессионального сообщества и всего реального сектора экономики России. 4. Основные принципиальные подходы, которые были приложены при разработке законопроекта, это убеждение в том, что любая экономическая деятельность в России должна быть грамотной, эффективной, иметь прогрессирующую динамику, основываться на результатах науки и инноватии. 5. Никакая деятельность в экономике, в том числе и регулирование инжиниринговой деятельности, не может осуществляться исключительно государственным аппаратом без участия представителей, организаций, профессионального сообщества, ученых, техников, промышленников, предпринимателей в сфере реального производства. 5. Никакая деятельность в экономике, в том числе и регулирование инжиниринговой деятельности в России.